Здравствуйте! Хочу сегодня поднять тему эйджизм, очень важная тема у нас в стране. Меня зовут Елена Алексюк, я врач антивозрастной медицины, психолог, биохакер. Если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на мои паблики, поделитесь этим видео с друзьями и приходите на консультации и семинары. Итак, эйджизм в России давно пропагандируется. Опять же, в странах с традиционным укладом, в восточных странах, в Ближний и Средний Восток, в Дальний Восток и в Восточной Азии. Что мы видим? В том, что пожилые люди и пожилые женщины очень уважаемые члены общества. Вот в Турции даже, в которую все любят ездить, бабушка – это один из самых уважаемых членов семьи. Поэтому то, что культивирует Запад, то, что часто, например, видно в комментариях, это то, что, особенно про женщин, что женщины 45+, это старые бабки, и их нужно сдавать в утиль. А вы не думаете, что вы говорите о своих мамах, о своих сёстрах, о своих дочерях, о своих подругах? Или что вы думаете, вам всегда будет 35-сот, а вы сами, вот мужчины, кто это пишет? Ну, во-первых, вопрос об адекватности, а второй вопрос – вы надеетесь заморозиться в таком возрасте, а у вас всё хорошо в жизни? У вас здоровые отношения, вы сами здоровы, вы хорошо выглядите, вы каждый год регистрируете права собственности на недвижимость, вы объездили весь мир, у вас прекрасная карьера, и толпы женщин, молодых, красивых, стоят к вам в очередь. Вы сами-то кто вообще? И вообще, почему вы пишете комментарии, а не работаете? Вам нечем заняться? Вы слушаете комментарии, вы пишете комментарии к видео старых бабок? Очень удивительно, на самом деле. Так вот, про эйджизм. Острая тема. У нас в стране треть населения – это лица в возрасте 50 и старше лет. И если в Советском Союзе какие-то надежды были на пенсию, то сейчас, сами понимаете, пенсионный возраст отодвигается, а уровень благосостояния и здоровья как-то нет. Так вот, нужно всем этим заниматься заранее, до возраста, так скажем, среднего. Об этом нужно думать с молодости, нужно постоянно развиваться, нужно учиться, нужно заниматься любимым делом и развивать его, чтобы был хороший доход. Думать, как бы заняться еще и пассивным доходом, разрывать токсичные отношения, не перекидывать свои проблемы на других, то есть принять на себя ответственность за свою жизнь. Не надо никого винить вокруг. Ни маму, ни папу, ни большего мужа, ни государства, ни политическую ситуацию, никого вообще. Ваша жизнь, ваше здоровье, ваше процветание – это ваша личная работа над собой. Запомните, пожалуйста, этап. Так вот, про эйджизм. Чтобы не зависеть от работодателя, развивайте свое дело. Думайте об этом с молодости. Если вы сами на себя работаете, если вы развиваете свое дело, вас никто и никогда и ни в каком возрасте не уволит. И вы можете продолжать ту замечательную жизнь, которую, например, жили в возрасте до 45-50 лет. А может быть и лучше. А может быть и лучше. И моя программа на это заточена. Как помочь женщинам, например, жить комфортной, счастливой, успешной жизнью с помощью биохакинга. И начинаем мы со здоровья и смышления, психологии. Потому что это очень важно. Какие тараканы у кого в голове? Какие кто себе флажки поставил? Как себя ограничивать? Какую аутоагрессию проявлять к себе или к своим родственникам, например? Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Тоже касается мужчин. То есть для того, чтобы вас ниоткуда не уволили, для того, чтобы вы продолжали жить комфортно и счастливо, вам нужно первое – следить за своим здоровьем. Бросать все вредные привычки. Ну и следить за собой. Но это, конечно, не побеги по пластическим хирургам и косметологам. Следите за здоровьем зубов. Следите за вашей кожей. Правильно питайтесь. Грамотно принимайте определенные фитоформулы и добавки. А не все подряд метите. Ну и, безусловно, физическая активность, режим дня, хороший качественный сон, антистрессовые мероприятия. Кто этим будет заниматься? Кто будет заниматься саморазвитием? Поэтому все в наших руках, и никакой эйджизм нам не страшен. И вообще, почему нас должно волновать мнение людей, которые нам никто? Почему нас должно волновать чье-то мнение? Кого-то? Кто-то там посмотрел, не так сказал. А кто эти люди? Они для вас пример? Они для вас авторитет? Поэтому давайте сами будем распоряжаться своим мнением, своей жизнью. И уж точно не будем никаких дураков слушать. Ну и возьмем ответственность за себя, за свою жизнь в свои руки. Спасибо. Спасибо.